Глядя на карту оккупированных Третьим Рейхом территорий Европы, возникает следующий вопрос. Почему Германия не атаковала Швецию во время Второй мировой войны, хотя соседи Швеции уже были плацдармами, с территорией которых можно было спокойно осуществить наступление на шведские земли? Конечно, есть такая страна, как Швейцария, которая избежала оккупации Гитлером, потому что это была горная страна, на которую Германия не хотела тратить чересчур много вооруженных сил, чтобы захватить такое маленькое государство. Тем более, Третий Рейх мог потерпеть колоссальные потери в Швейцарии. Во время Второй мировой войны Швеция официально придерживалась политики нейтралитета. Сочетание ее геополитического положения на Скандинавском полуострове и успешная политика маневрирования во время Второй мировой войны помогли стране сохранить свой официальный нейтралитет на протяжении всей войны. Швеция более ста лет занимала нейтральную позицию в международных отношениях. С конца наполеоновских войн от 1815 года. Это был уникальный опыт для последующей шведской истории, исходя из которого правительство этого скандинавского государства уже понимало, как придерживаться нейтралитета и как лавировать между воюющими сторонами. В мире с 1939 года примерно 20 стран придерживались политики нейтралитета, но лишь 8 европейских стран оказались способны, как и Швеция, официально поддерживать эту позицию на протяжении всей Второй мировой войны. Это были Ирландия, Португалия, Испания, Андорра, Лихтенштейн, Ватикан, Сан-Марино и Швейцария. Социал-демократическое шведское правительство сделало несколько уступок, иногда нарушая нейтралитет в пользу как Германии, так и западных союзников. Можно сказать, что условно Швеция продолжала политику умиротворения, которую до нее практиковала Великобритания. Сотрудничество Швеции с осью или противниками СССР Во время Советско-финской войны 1939-1940 годов в Швеции была организована помощь финнам. Из Швеции в Финляндию отправился шведский добровольческий корпус из бывших и действующих военнослужащих светской армии, который насчитывал 9640 добровольцев. При этом Швеция утверждала, что не является стороной конфликта и продолжает соблюдать нейтралитет. Во время нападения Германии на СССР, Швеция позволила Вермахту использовать шведские железные дороги для перевозки немецкой 163-й пехотной дивизии вместе с голубицами, танками, зенитными орудиями и боеприпасами к ним из Норвегии в Финляндию. Взамен немцы пообещали не трогать шведских евреев, а также не экспроприировать некоторые предприятия, расположенные на восточном побережье Швеции. Немецким солдатам, ехавшим в отпуск из Норвегии и Германии, разрешали проезд через Швецию. Всего в период Второй мировой войны в вооруженных силах нацистской Германии служили 315 шведов. По неподтвержденной информации, эти военные избежали наказания Нюрнбергского процесса. Германия не имела достаточных внутренних запасов железной руды, необходимой для производства стали. До войны большое количество руды импортировалось из французской лотаринги, но с сентября 1939 года эти запасы стали недоступны. Единственным крупным источником руды оставалась нейтральная Швеция. Поставки велись по железной дороге вниз замерзающий порт Нарвик на севере Норвегии и затем морем в Германию. Через Нарвик проходило 80% экспорта шведской руды. Единственной альтернативой транспортировки была перевозка по железной дороге в Укселёсунд на Балтийском море к югу от Стокгольма. По оценкам британской разведки, Укселёсунд мог пропускать только 20% необходимого Германии объёма руды. Таким образом, захват Нарвика нанёс бы тяжёлый удар по военной промышленности Германии, поэтому был составлен план Р-4 по захвату порта, чтобы ограничить шведские подставки руды в Германию. 9 апреля 1940 года немецкий десант занял Нарвик. На юге Норвегии началось масштабное немецкое наступление. Таким образом, стратегическая инициатива оказалась в руках немцев. Союзникам пришлось начать борьбу за контроль над Норвегией. Началась затяжная битва за норвежский порт Нарвик. Это стало первым серьёзным столкновением на Европейском театре военных действий. 8 июня 1940 года, после начала боёв во Франции, союзные войска были выведены из района Нарвика. И до конца войны город, как и вся Норвегия, оставался под контролем Германии. Таким образом, Швеции удалось остаться нейтральной во Второй мировой войне и избежать оккупации Третьим рейхом, благодаря лавированию между национальными и германскими интересами и предоставлении помощи гитлеровской Германии в виде железной руды и некоторыми шведами в вооружённых силах вермахта. Кстати, чтобы не оставлять о Швеции плохое впечатление, она также помогала и западным союзникам. Шведская военная разведка помогала обучать солдат и беженцев из Дании и Норвегии военному делу. Союзники в 1944 и 1945 годах использовали шведские авиабазы. Она стала убежищем для антинацистских и еврейских беженцев со всех уголков Европы. В 1943 году, скрываясь от приказа депортировать из Дании еврейское население в концлагеря, около 8 тысяч евреев бежали в Швецию. Ну, а на этом не всё. Настоятельно вам рекомендую подписаться на канал Анчар. На нём вы увидите просто ошеломительные видео об Отечественной войне 1812 года. Оно выполнено в универсальном стиле. Такого вы ещё не видели. На канале пока одно видео, но поверьте, скоро здесь будут появляться новые анимации, качество которых будет нивелировать время между выходом роликов. Пройти мимо такого канала станет ошибкой вашей молодости. Посмотрите пока отрывок ролика и бегите в описании за ссылкой и подписывайтесь. Анчар! После Великой Французской революции к власти во Франции пришёл Наполеон I Бонапарт. Союзным странам, включая Россию и Великобританию, это не понравилось. Они пытались вернуть былую монархию во Франции. Для этого были созданы так называемые антифранцузские коалиции, целью которых стало свержение Наполеона. А теперь на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии, как относитесь к такому выбору Швеции. Лучше бы она была оккупирована Германией, но не помогала ей. Или так, как это и случилось в реальной истории. Ну а я пока пойду. Пошла с вами я не хочу, но хочу пожелать удачи. Увидимся через пару дней. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok